Современный мир невозможно представить без батарейки и аккумулятора. Они есть в каждом гаджете. Сделаны на основе лития. Металла редкого, а значит дорогого. Ученые Самарского университета нашли новые материалы, более дешевые для аккумуляторов будущего. Проблема в том, что запасы лития на Земле невелики. К тому же, если разрядить такой аккумулятор до определенного уровня, он становится взрывоопасен. Как ни крути, технологии, независимые от розетки, зависят от лития. Наиболее реальной заменой лития является натрий. И поэтому сейчас во всем мире проходит активный поиск соединений, которые могут быть использованы в качестве компонентов для аккумуляторов твердотельных на основе натрия. Выбрать из десятка тысяч веществ именно те, которые могут заменить литий, непросто. На это вместе со всеми расчетами структуры и свойств материалов могли бы уйти годы. Ученым Самарского университета помогла уникальная программа ТОПОС-ПРО. Кстати, родом из этой же лаборатории. Она хранит сведения о более чем миллионе веществ, из которых состоит наша планета. Все расчеты отправляют на суперкомпьютер. Так шумит система вентиляции. Эта гигантская электронная машина выполняет полтора триллиона операций в секунду. Если бы его работу ученые делали в экспериментальной лаборатории, ушло бы не меньше месяца. Суперкомпьютеру нужно несколько суток. Поскольку мы теоретическая лаборатория, является основной рабочей станцией для нас, и помогает главным образом тем, что все расчеты, результаты которых вам сегодня демонстрировали, были получены, собственно, с ее использованием непосредственно теми программами, которые на ней установлены. С помощью такого компьютера ученые могут предсказать свойства вещества, которые еще не получили в лаборатории. В России этим не занимается никто. Сам Марс и здесь первопроходцы. В России есть лаборатории, которые экспериментально получают твердые электролиты и изучают их экспериментально. Современное создание новых материалов начинается с прогноза, когда вы фактически моделируете это вещество в компьютере. Свои теоретические наработки исследователи передадут партнерам в российские университеты, а также в Германию. Первые пилотные образцы появятся не раньше, чем через пять лет. Если испытания пройдут удачно, массовое производство новых аккумуляторов начнется в 2025 году. Валерия Макарова, Максим Гусев. События. На данный момент определены структуры и веществ.